Популяризация физической культуры и спорта, укрепление здоровья, воспитание молодежи в духе патриотизма. Такие задачи были поставлены при возрождении комплекса ГТО. Проверяют силу, гибкость и выносливость. За выполнением упражнений следят опытные тренеры. По словам организаторов, занятия спортом важны для каждого человека. Они укрепляют не только здоровье, но и дух. Спорт, он важен для человека. И те, кто занимается спортом, у них воспитывается характер, морально-волевые качества, которые помогают ему в дальнейшей жизни. И я думаю, что спорт, физкультура, она для вас, ребят, будет играть большое значение. Федор Семенов пришел вместе с мамой и младшими братьями. С детства занимался легкой атлетикой. Сдать нормы ГТО посоветовали в школе. Ведь это не только время, проведенное с пользой, но и дополнительные баллы при поступлении в университет. Думаю, очень полезно иногда встряхтить себя, попробовать в спорте. Но я считаю, что это очень важно для молодежи и для нас, для взрослых. Первое – здоровье, второе – патриотизм. Ну и вырабатывает ответственность. За 9 месяцев в сдаче нормативов приняли участие более 5000 человек. Как отмечают опытные спортсмены, в Анапе созданы все условия для комфортных тренировок. Спортивные школы полностью укомплектованы, а занятия на открытом воздухе можно проводить круглый год. В Анапе очень хороший климат для занятия спортом. Есть все условия. К нам приезжают со всей страны для проведения сборов перед соревновательными. У нас есть для этого все условия. Есть пляжи для бегов, хороших тренировок. Сдача норм ГТО проводится до 10 декабря. Для участия необходимо пройти обязательное медицинское обследование и подать заявку в Управление по физической культуре и спорту. 3 декабря все желающие смогут сдать норматив по плаванию в спортивной школе «Виктория». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.